САМАРСКАЯ СРЕДА В нашей студии Татьяна Санникова, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Татьяна Александровна, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Рад вас видеть. Добрый вечер. Взаимно. В начале программы давайте еще раз расскажем зрителям, что такое WolfSkills Russia или что такое еще молодые профессионалы. Вот для понимания. Молодые профессионалы – это современный конкурс по мировым стандартам. Мы несколько лет пришли к этому тому назад. Кстати, первый национальный чемпионат был в Тольятти, то бишь Самарской области и вообще Самара. Мы, как всегда, лидеры во многих вопросах. Конкурс профессионального мастерства, если говорить по старой привычке. Ну и современный вариант – конкурс «Молодые профессионалы». Это реальная возможность среди молодых людей. Причем это не обязательно только учащиеся студенты колледжа и техникумов. Это молодые люди до определенного возраста, не более 21 года, которые имеют такую возможность состязаться, кто круче в профессиональном смысле этого слова, в своей будущей специальности или в настоящей специальности профессии. Вы знаете, чем важен, мне кажется, этот проект, он возвращает то, о чем так много говорилось. Это престиж работы в реальном секторе экономики. Престиж рабочих профессий в хорошем смысле этого же слова. Потому что об этом очень много говорили, об этом очень много вспоминали. Что нам нужны вот те самые рабочие золотые руки, рабочая интеллигенция. Был когда-то такой термин. Да, он и есть до сих пор. И это очень хорошая, кстати, интеллигенция. Когда с ней общаешься, ты понимаешь, что это замечательные люди. Вот этот конкурс, на мой взгляд, это попытка или процесс возрождения вот этой интеллигенции, рабочей интеллигенции еще советского периода. Ну все правильно. Помните, Москва слезам не верит. Слесарь шестого разряда, и без него все академики никак. Ровно так же, как и сегодня. Соревнуются наши студенты или наши молодые люди между собой. И вы не поверите, насколько они крутые. Когда ты смотришь непосредственно на них в процессе вообще вот этого самого конкурса, ну просто не только переживаешь, молишься за результат, а радуешься, какие крутые. Это уникальнейшие ребята. И в этом смысле Самарская область достаточно часто впереди планеты всей. Это целый такой процесс. Это целая, если хотите, там, не знаю, религия, семья. Ребят, которые в это верят, которые переживают друг за другом, гордятся своей профессией, в том числе, кстати, и рабочей профессией, именно вот самой настоящей, руками. И, кстати, знаете, вот если вспоминать фильм «Москва слезам не верит», есть одна очень важная деталь. Эти люди востребованы и хорошо оплачиваемы. Помните, там есть очень интересный момент, когда девочка спрашивает его, а вы много зарабатываете? И он гордо, и так почти через... Уж побольше вашей мамы, да? Уж побольше вашей мамы, он говорит. А мама была директором. Ну, кстати, я думаю, что там цифры-то были очень близкие. То есть и почему? Потому что без него не мог ни академик, ни профессор. Это действительно так было. Я к чему? Сейчас ведь тоже, кстати, люди, которые участвуют в этом конкурсе, это люди хорошо оплачиваемые и востребованные. Но они не только в будущем будут хорошо оплачиваемы, но уже и сегодня. Кстати, победителей очень серьезно мотивирует. И президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, тех ребят, которые представляют, и не просто представляют, а побеждают в Европе. И наш победитель, Евроскилз, Михаил, это выпускник Самарского колледжа, ему подарили квартиру, извините. Так, на секундочку. Да, да, да. Самая настоящая квартира, оплаченная областным бюджетом. Это наша гордость. Он сейчас работает в Академии WorldSkills. Он тренирует уже своих бывших, так сказать, ну, скажем так, бывших своих младших курсников, если можно так сказать, своих младших братьев. Он тренирует уже сборную России. То есть у него такая миссия, очень важная на уровне России. Он наш, самарский. И при этом он квартиру, подчеркнем, заработал, заработал честным путем, когда ему было еще менее 21 года, получается. Конечно, более того, очень хорошие мотивации со стороны, например, нашего регионального правительства. И наставники получают очень хорошие, разовые и по месячный год получают мотивацию денежную. И ребята победители. Разный уровень, разные денежные премии. Но поверьте мне, она очень большая. Это до 60 тысяч рублей в месяц. То есть это огромные деньги, да. Я говорю про наставников и про ребят, которые тоже получают очень хорошую круглую сумму. Реально. Абсолютно. Вот вы начали об этом говорить. Тогда давайте продолжим. По вашей оценке, экспертной оценке, почему вот это движение полезно для Самарской области? Волскиллс, молодые профессионалы. Ну, во-первых, это престижно. И вы знаете, наш губернатор Дмитрий Игорьевич Азаров и глава нашего города Елена Владимировна Лапушкина, они всегда нас приучают быть первыми. Стратегия лидерства, о которой говорят, это не громкие слова, это правильная, хорошая привычка. Я бы даже сказала, такой код у нас есть. Жители Самарской губернии. Всегда быть впереди планеты всей. Мы вот были в Казани, когда был финал, был национальный чемпионат, и когда был уровень мировой. То есть мы как гордились, что в сборную вошли ребята из Самарской области. Когда вот этот Михаил там завевал самое большое количество баллов, это было очень важно и престижно. Ну, не зря, да, квартиру подарили ему. Но и это очень важно на разных уровнях. То есть, например, одно отделение соревнуется между собой. Далее, колледж, между собой два колледжа, сетевое взаимодействие, да, они в равных условиях, они помогают друг другу, являются наставниками, например, бывшие победители. У меня работает мастером Иван Оленин. Он выпускник кулинарного техникума теперь, раньше было училище. Он первое место занял в компетенции поварское искусство в 2016 году. Сейчас он не просто мастер производственного обучения, он уже сейчас действующий шеф-повар. И он у нас остается мастером. И он вот буквально на днях возглавлял комиссию в формате демонстрационного экзамена. Что это такое? Это тоже WorldSkills. Что это такое? Расскажите, кстати. Ну, во-первых, наверное, нужно перед этим сказать, что мы победители национального проекта образования. И у нас получен... Мы выиграли грант. Мы еще одна... Мы, это в смысле ваш колледж? В смысле, это Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. И мы, это Самарская губерния, два колледжа, это именно в городе Самаре. Мы еще энергетический колледж, где пять очень крутых мастерских. Одна из них поварское дело. Это десять самых настоящих физически супероборудованных мест шеф-повара, где есть все абсолютно. По последнему слову. Да не просто по последнему. Рестораторы приходят, они очень... И завидуют, да? Они просто, они удивлены, понимаете? Ну, наверное, менталитет, наверное, там, бывшая ПТУ, что-то не так. Ну да, что их там учат, супчик готовят. И приходят, знаете, и гордятся. Так вот, буквально на днях Иван возглавлял эту так называемую комиссию вместе с работодателями. И все это в Ютьюбе, пожалуйста, смотрите, вы шеф-повар из Казани, шеф-повар из Сочи, с другого уголка Самарской губернии. Хоть из Хабаровска. Хоть из Хабаровска. Есть не очень приятные моменты для ребят, ну, морально. Вот сорвался красный диплом. 0,5 баллов не хватило. Эх ты. Ну, извините, объективно что-то не доделали, что-то сделал. И отдельно 10 кабин. Это наша очень крутая лаборатория. Каждый работает в своем, скажем так, мини-кухне, мини-кабинет. И за тобой вот так же наблюдает абсолютно вся Россия, любой желающий. И мнение независимых экспертов работы. Ну, то есть не Марья Ивановна, которая, может быть, бы там постаралась эти 0,5 баллов как бы добить. Но нет, это очень объективно считает система. Или, например, вот девочка в этом году у нас закончила промышленный дизайн, Анастасия Насырова. Она будет у нас уже работать. Вот вчера диплом получила. Она принесла Самарской губернии серебро на национальном чемпионате. Но она уже европейский конкурс победила. И она совершенно спокойно востребована сейчас работодателем. Но мы не отдадим. Мы оставили себе. Мы создаем научно-производственную фирму именно для молодежи, чтобы стартап прям был прям в стенах колледжа. И они реально могли зарабатывать деньги для себя любимого и для развития колледжа. Соответственно, внося в экономику свои креативные мысли. И они вообще дизайнеры очень такие креативные. Иногда они вот из такого могут вот такой результат дать. Ну, яркие, конечно, да. Вторая, кстати, лаборатория у нас. Это графический дизайн. Это тоже в рамках национального проекта. Приходите в гости. Там такая техника стоит. Анастасия Александровна, обязательно придут, потому что это интересно. И причем, знаете, иногда заходят так журналисты. А это не муляж? Да вы что? Такие принтеры. То есть, ну, вся техника, такие возможности для тех, кто обучается, создает государство. То есть, часто звучит «Нацпроект», «Нацпроект». Вот он, живой, прямо у нас в колледже. Третья лаборатория – администрирование отеля. Приходят отельеры, рестораторы. У кого там, ну, например, ресторан в отеле. Настоящие условия. Ресепшн, все на английском. То же самое, кстати, был демонстрационный экзамен. Отельеры уже себе очень-очень отбирали наших выпускников. Прямо в онлайне смотрели. Цифровой модельер. Докладываю. Бодисканер такой у нас. Я уж не говорю про то, что… То есть, это то, что раньше называлось «спортной». Да, нет. Ну, извините, за 32 секунды – 132 мерки. За 32 секунды – 132 мерки? Да. Параметры вашего размера. То есть, можно сделать идеально? Ну, представляете, как это должно быть удобно тому, кому это сразу потом пошьет. И слава богу, легкая промышленность не просто восстанавливается, та самая легенькая, помните, да, мы фильмы сегодня, классику, вспоминаем, производство, бизнес, налоги и так далее. Рабочие маски. Вот с масками, вспомните, да, случилось. Мы, кстати, тоже, наши волонтеры шили маски прямо в первые дни пандемии, когда их не было. И для города, кстати, их тоже шили, для экстренной ситуации. Кто? Фабрики, которые вот прям сидели, шили, наших тоже студентов привлекали. Они настолько сейчас развиты, что они очень серьезные налоги платят. Легонькая промышленность. В бюджет областной, городской. Мне кажется, это здорово. Еще компетенция, которую я не назвала, это парикмахерское искусство. Очень важно. 140 метров. То есть, такой салон огромный. Настоящее все вокруг. Приходит, кстати, малый и средний бизнес достаточно, кто, ну, честно работает, а их много очень людей. Это очень хороший, между прочим, бюджет. И это востребовано. Я имею в виду налоги в бюджет. И такие условия, что сейчас работодатели все абсолютно к нам приходят и с огромным удовольствием с нашими студентами в этой лаборатории работают. И для всех категорий там созданы условия обучаться, как мы говорим, от пионера до пенсионера. Потому что есть прекрасные программы в рамках, кстати, другого национального проекта «Демография». Мы обучали в прошлом году 50+. В этом году новая программа «Содействие». Порядка шести возможностей разной категории. Например, мама, которая находится в декрете, за счет федерального бюджета получить у нас прекрасные знания. И такую, знаете, прикладную. Не только для того, чтобы, например, стать самозанятым, но еще, например, вот у нас одна обучалась, говорит, у меня пять мужчин в доме. Представляете, как я теперь экономлю. Но она, кстати, зарегистрировалась сейчас как самозанятая. Мне кажется, это тоже прекрасно. Ну, конечно, она работает на себя. И, кстати, ведь очень важный момент. Вот вы сказали, все ваши студенты и все ваши выпускники, они, а, востребованы, и, б, они себя сразу показывают работодателю вот на этапе экзамена. То есть их видят. Смотрите, демонстрируется. И самое главное, то есть они выходят не просто на рынок труда, они сразу выходят к работодателю. Они не просто работодатели. Наши, кстати, партнеры на WorldSkills, и многие вообще присутствуют на соревнованиях. Они открыты, ну как, через, конечно, определенный, скажем так, экран и прочее, я условно говорю. Очень многих себе ребят находят непосредственно во время соревнований WorldSkills. Они сейчас присматриваются, участвуют в различного рода жюри, ну там, как партнеры. Потому что еще, скажем так, жюрить-то не каждый там может. Потому что специальная квалификация, не просто компетенция, именно Академия WorldSkills их аттестует. Наши сотрудники, мастера, педагоги, они очень много учатся сами, кстати, прежде чем учить кого-то и кому-то ставить оценки. Потому что евро уровень. Да, я предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу. Да, конечно. Тема занятий – конфеты. Алина Луканина готовит эксклюзивные угощения и ручной работы. Студентка Самарского техникума кулинарного искусства недавно завершила свое участие в финале национального чемпионата WorldSkills Russia. Результаты будут известны позже, но соревновательный процесс ей понравился. Финал был по времени четыре с половиной часа. Там было задание конфеты двух видов. Это трюфельные нарезные, потом лепка из мастики и тайное задание, которое приходилось за 15 минут до начала. Мастер производственного обучения Галина Телеляева, под руководством которой студентка становится кондитером мирового класса, еще только готовится к участию. Конкурс для опытных профессионалов 50+, проходит после молодежного. Шоколадное дело уже принесло ей победу на региональном этапе. Впереди участие в национальном конкурсе. Мы уже участвовали в Казани два года назад, заняли медальоны, то есть это четвертое и пятое место. И сейчас так в продолжении хочется, наверное, занять получше место. Все идут достойные, у которых большой опыт, причем конкурировать с такими тяжеловато. Аделина Шариева сегодня готовит осетинские пироги, такие же, как она пекла дистанционно на чемпионате. Девушка справилась со всеми заданиями, испекла 18 пирогов, рассчитывает, что результат будет хороший. В воскресенье я закончила на России, то есть у нас было три дня. Мы готовили сладкие пироги, вкусные пироги и также обычные пироги, это типа с ботвой, это с картофелем, это обычный хлеб, это с сыром чистым. Между тем, в числе призеров национального чемпионата мировые навыки прибыло. Второе место в компетенции промышленный дизайн заняла студентка Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна Мария Насырова. Задание смоделировать кресло для работы за компьютером она выполнила лучше других. В первый день нужно было визуализировать свой проект на бумаге, во второй день нужно было смоделировать эту модель, то есть как она скрепляется, то есть учитывая все крепежи, как она работает, анимация, чтобы заказчик видел, смотрел на модель и понимал, что он видит, что он получит в итоге. А на третий день мы уже делаем рекламу своего проекта. Татьяна Александровна, вот мы посмотрели сюжет, потрясающие студенты. Вопрос, у нас в июле предстоит финал чемпионата. В Уфе, кто из ваших выпускников или студентов участвует? А в Самарской области вообще будет хорошая команда, большая. Сейчас Машу Насырову видели, это прошлый год, и вот мы ее оставляем у нас работать, как раз руководитель научной производственной фирмы, пытается бизнес отобрать, не дадим сразу. А, то есть уже как бы пытаются забрать ее. Ну, например, вот Настя Зубкова в компетенции декоративно-прикладное искусство уже внесла победу в Самарской губернии, она уже заняла третье место, просто компетенция была раньше. Вот Дремова Регина поедет биться, так сказать, в компетенции технологии моды в Уфе, и у Слистова Виктория промышленный дизайн как раз уже под шефной Насте, то есть Маше. Мария уже ее сейчас, заканчивая колледж, она ее уже обучала. Очень надеемся на этих девчонок. Настрой идет, подготовка. Вы сейчас обратили внимание в сюжете, да, как девочка сказала, 4 часа, 5 часов, 6 часов. Это, я вам хочу сказать, это очень серьезный труд, и наши молодые ребята и девчонки, они бойцы, прям бойцы. Морально тяжело. Там же все, хронометраж, все по минуточке, все, знаете, по граммам и так далее. Но очень достойно выступает. То есть уже у нас третье место есть, бронза от колледжа, и еще две девочки будут участвовать. Ждем, поедем болеть в Уфу. В общей сложности сколько человек Самарской команды представляет сейчас сложно сказать? Я точную цифру сейчас не назову, потому что там как бы сформировано, ну, чтобы вас, как говорится, не обмануть. Я могу вот про своих только сказать. Вот, считайте, у меня три участника национального чемпионата. Да, уже одна победа в кармане, потому что компетенция была, это декоративно-прикладное искусство, они сразу, это был итоговый конкурс и как этап национального чемпионата. Татьяна Александровна, вы занимаетесь еще одним интересным делом и важным, это добровольчество. Ваши студенты, вот замечательные совершенно ребята, которых вот мы сейчас видим, о которых мы говорим, а для них это насколько интересно вообще, вот все, что связано с этой темой, непростой темой, особенно вот сейчас в наше сложное время, на самом деле. Спасибо за вопрос. На самом деле, я этим занимаюсь вообще более 20 лет, даже еще до того, как я стала директором колледжа. Я возглавляю Самарский центр развития добровольчества, ну, как именно, как волонтер. Очень много было различных социальных проектов, а когда я пришла, то есть это федеральные гранты президентские, региональные, городские, районные, различные. Когда я пришла в колледж, я поняла, что привлечение студентов к доброте, к технологии волонтерских дел, это очень хорошая, интересная, важная технология. Есть английское такое номинование, но по-русски скажу обучение служением. Сервис-ленинг. Что это такое? Парикмахер, повар и так далее. Свою компетенцию профессиональную сочетает со своей вот миссией. Это первый вариант. Второе. Это абсолютно разное желание, например, сдавать кровь, быть донором. Это ухаживать за животными. Или вот сейчас волонтеры Победы. Это очень патриотично. Поэтому все абсолютно направления добровольчества, они не просто открыты для моих родных студентов. Я рекрутирую их по-русски, агитирую во все направления. Каким образом? Вовлекая в это, то есть один раз вовлекли, показали, рассказали, и ребята начинают в этом крутиться, и у них есть очень хорошие мотивации. Я, например, как организатор акции в Крым в 2014 году, мы первый раз туда, сразу Крым вернулся в Россию. Мы с волонтерами из 36 колледжей и техникумов поехали туда. В Сакский район? Противный цвет желтый. И даже в прошлом году сложная была ситуация с пандемией. В подслушанной саке написано, наши приедут, будут наши. Сначала какие наши, кто там, да? А наши пишут там, а самарские ребята, кто-то пишет, ура, 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 приедут. Были в прошлом году, но очень аккуратненько, соблюдая все СанПин-нормы. Но что это дает? Например, будущие воспитатели играют на пляже, да? Будущие медицинские работники помогают там этим же инвалидам, ну, например, спинку кремом на массу, чтобы не обожглись. Мужская сила всегда нужна, но мы делаем тренинг специально. Как этого инвалида не хватает технических средств, вы же знаете, дабы не навредить. Пациентам, прошу прощения, не подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителем, затем продолжим беседу, потому что зрителям, ну, это святое. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, Дай, как вас зовут? Слушаем вас. Меня зовут Мария. И, на самом деле, у нас волонтеров интересует такой вопрос. В этом году форум добровольцев будет проходить? Ой, спасибо вам большое, добрый вечер. Форум добровольцев – это чем я могу гордиться? В этом году он будет 20-й. Это говорит о том, что у нас с вами устойчивые традиции. 20 лет подряд, извините, мы проводим этот форум. Что ж такое? Татьяна Александровна, я предлагаю сейчас, давайте посмотрим сюжет, затем ответим на наш вопрос, а как раз за это время, ну, мы с вами сможем попить водички. Спасибо за жизнь, спасибо за кровь. Всемирный день донорства на станции переливания крови начинается под музыку. Уже с 8 утра здесь очередь, многие из пришедших – постоянные доноры. Об июньской дате, отмеченной красным маркером, они знают не понаслышке. Сегодня быть донором-волонтером даже модно. Я ее сдаю уже далеко не первый раз, и те, кто сегодня пришел, тоже сдают ее, ну, не первый, не второй раз. Вот мы сейчас ждем нашу очередь, когда подойдет, и уже заряженной, энергичной идем сдавать кровь. В обычное время сюда приходят около 150 человек в день. Сегодня же настоящий ажиотаж. Как отмечают медики, кровь нужна всегда. Ждут доноров как в Самаре, так и в филиалах станции переливания крови, что находятся в Тольятти и Сызрани. Если в донорской крови обнаружат антитела к коронавирусу, ее могут направить для лечения тяжелых пациентов в региональные больницы. Начиная с ноября, станция заготовила более 100 доз плазмы. Когда клиникам антиковидным нужно, то они, так сказать, просят у нас антиковидную плазму и ее передаем. Это лечебный компонент, и он в лечебном процессе используется, поэтому как у нас в Самарской области, так и в целом по стране. Самочувствие отличное. Буду помогать людям в своей крови. Пока донор простой, в будущем почетный. Но и это еще не все. Студентка медицинского университета Кристина Чернышева со специализацией уже определилась. Будет трансфузиологом, скорее всего, в этих же стенах. Сегодня Кристина представляет движение самарских волонтеров-медиков. Рассказывает, всерьез поменять взгляд на донорство ее заставил случай. Я начала сдавать кровь, начиная с 2017 года, когда в Питере случился теракт. Там очень требовалась для нашей однокурсницы кровь, которая как раз-таки попала в эту катастрофу. Я не осталась вовнодушной и пошла на станцию Переливания. Это моя 12-я кровосдача. Напомним, донорам после процедуры полагается двухдневный отдых и денежная компенсация на питание примерно в 600 рублей. Сегодня в честь праздничной даты участников акции ждали подарки от регоотделений Красный Крест и волонтеры-медики. Сдать кровь несложно. Нужно заранее записаться на процедуру, чтобы избежать скопления в вестибюле. И прямо на станции Переливания пройти осмотр терапевта. Стать донором может любой желающий в любые дни. Станция работает с 8 утра до часу дня, кроме выходных. Татьяна Александровна, итак вот мы посмотрели сюжет. Это как раз на тему того, о чем вы говорили. О том, что волонтерство может быть разным. В том числе, например, можно сдать кровь, можно бесплатно постричь пожилого человека. Это тоже волонтерство. И вот мы начали отвечать на вопрос нашего зрителя. И так по поводу того, что предстоит. Ну, во-первых, мы всегда в Самарской губернии, именно 5 декабря в день, Международный день добровольца, проводили этот форум. Потом наш президент Владимир Владимирович Путин сделал Российский день добровольца 5 декабря. И мы немножко там меняли дату, потому что были всероссийские мероприятия. В этом году форум 20-й. Представляете, 20 лет подряд мы собираемся в этот день как раз для того, чтобы сказать спасибо этим прекрасным людям. Представьте себе, сколько, да, уже было участников. В этом году чем он отличается от других форматов? Ответить девушке, которая задала. Сначала мы проведем север, юг, восток, запад в Самарской губернии. Мини-такие форумы для всех желающих. И для чего? Чтобы встретились все вместе. И как раз спланировали, что требуется на этой территории. Какие перспективы для развития нужны. И, соответственно, прекрасные условия у нас созданы. У нас есть ресурсный волонтерский центр. У нас есть абсолютно все волонтерские организации по направлениям. Ну, например, вам хочется участвовать в детских елках. У вас там, вы журналист, вы хотите читать стихи. Подскажут, кто работает. Далее, вы любите животных. Есть и такая организация. Вы хотите... Ну, плохая история, но это важно. Искать пропавших людей. И так далее, и так далее. Такие объединения у нас не просто есть. Они все консолидированы. Вот недавно предложил Турчак создать один центр вместе, чтобы все объединялись. Попросили комментарий. Я написала в комментарии, что у нас уже есть такое объединение. У нас настолько созданы условия для развития НКО, в частности, волонтерских инициатив, что мы все партнеры... Ну, буквально, знаете, прям оперативно. Бумс, такая-то тема. Татьяна Александровна, прошу прощения, не прерываю. Собираемся сразу. Еще один звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителем. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Александровна, это Гриша Назар. Ой, привет, Гриша. Мы вот с ребятами ездили в Крым, в акцию «Мы вместе». И на втором форуме «Молгоград» ездили. Хотела сказать спасибо вам большое за эти возможности для нас, для добровольства. И вопрос есть. У меня вот младший брат. И интересуется он сегодня с первого курса. Будут ли продолжаться эти акции на территории Самарской области? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Не очень покороче, потому что у нас уже осталось совсем много времени. Понятно. Простой ответ. Гриша, я знаю, прекрасно, активный парень. Пусть его младший брат просто берет с него пример. Это все зависит от активности. Будет активность, будут заслуженные волонтеры, а мы, организаторы, обязательно все продолжим. Потому что прекрасная традиция и та, и другая, о которой Григорий сказал. Все зависит от активности. И тогда вот ваше мнение, как эксперт, а что нужно делать в Самарской губернии для развития волонтерского движения? Кратко, у нас полтора минуты. Вы знаете, у нас есть абсолютно все условия, поэтому любой желающий гражданин, который хочет стать волонтером, может прийти в организацию, в ресурсный центр и в любой орган. Просто гугл набрать, вот по своим интересам. И уже все сделано. Только свою волонтерскую миссию проявить. Есть те, кто организует, и те, кто хочет быть волонтерами. Мостик у нас уже есть, и он такой крепкий и устойчивый, что уже ничего делать не надо. Просто жить по-доброму. А чтобы вот желающих было больше? На самом деле, слава богу, желающих иногда больше, чем даже тому, кому нужны условия. Вернее, добровольческая миссия. Потому что вот даже в прошлом году коронавирус, новый слой абсолютно поднял обычных людей, даже бизнесменов, которые проявили свою волонтерскую миссию. И с каждым годом, как круги по воде, таких людей все больше и больше. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что волонтеров будет больше, что ваш колледж будет процветать. Спасибо большое. Что WorldSkills будет развиваться на территории Самарской губернии. Потому что на самом деле это очень важно. Это очень важно. И самое главное, это полезно для молодежи, для будущих жителей нашей губернии. Но я надеюсь, что мы с вами увидимся еще не один раз в этой студии. Потому что там всегда есть о чем пообщаться. Спасибо большое вам и всем, кто нас слушал и смотрел. И напоминаю, в нашей студии была Татьяна Санникова, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Удачи в делах, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин